Вели сынам Израилевым приносить тебе чистое, вручную приготовленное оливковое масло для светильника, чтобы на нем всегда стояли горящие лампы. А Аарон и его сыновья должны следить за тем, чтобы с вечера до утра горящие лампы стояли пред лицом Господа в шатре встречи, перед завесой, за которой находится завет. Сыны Израилевы должны соблюдать это предписание вечно из рода в род. Глава 28 Призови к себе из сынов Израилевых твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они стали моими священниками, Аарон и его сыновья, Надав, Авиуд, Элеазар и Итамар. Сделай своему брату Аарону священные одежды для величия и красоты. Вели умельцам, которых я наделил мастерством, изготовить для Аарона эти одежды, чтобы осветить его и чтобы он служил моим священникам. Пусть они изготовят нагрудник, эфот, ризу, узорчатую рубаху, тюрбан и пояс. Сделают священные одежды для твоего брата Аарона и его сыновей, чтобы они служили моими священниками. Пусть возьмут для этого золота, голубую, пурпуровую и багряную пряжу и лен. Пусть сделают эфот из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна с вытканным орнаментом. По сторонам к нему должны быть пришиты два наплечника. Поясок эфода должен быть соткан так же, как и сам эфот, из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна. Он должен составлять с эфодом единое целое. Возьми два камня шохом и вырежи на них имена сыновей Израиля. Шесть имен на одном камне и шесть на другом, в порядке старшинства. Вырежи на них имена сыновей Израиля, так как резчики по камню режут печати. Вставь эти камни в узорчатые оправы из золота и прикрепи к наплечникам эфода. Эти камни — напоминание о сыновьях Израиля. Пусть Аарон носит на плечах пред Господом Их имена, как напоминание. Сделай узорчатые оправы из золота. Сделай две цепочки из чистого золота, витые, как шнуры, и прикрепи цепочки к оправам. Сделай нагрудник жребиев. Сделай его так же, как эфот. Из золотой нити, голубой, пурпуровой и багряной пряжи и тонкого льна, с вытканным орнаментом. Пусть нагрудник будет квадратным, длиной в ладонь и шириной в ладонь, из сложенной вдвое ткани. Сделай на нем гнезда для четырех рядов драгоценных камней. В первом ряду рубин, хризалит и изумруд. Во втором – бирюза, сапфир и гагат. В третьем – яхонт, агат и халцедон. В четвертом – тапаз, шохом и яшма. Все они должны быть в узорчатых золотых оправах. Камней должно быть двенадцать, с именами сыновей Израиля. На каждом камне, как на печати, должно быть вырезано имя одного из двенадцати племен Израиля. Сделай для нагрудника цепочки из чистого золота, витые, как шнуры. Сделай два золотых кольца и, укрепив их по углам нагрудника, соедини двумя золотыми цепочками с двумя оправами, а оправы эти прикрепи к наплечникам Эфода спереди. Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их к двум углам нагрудника с внутренней стороны, там, где он прилегает к Эфоду. Сделай еще два золотых кольца и прикрепи их спереди к нижнему краю наплечников, там, где они пришиты, сверху, к поиску Эфода. Пусть кольца нагрудника будут связаны голубым шнурком с кольцами Эфода, так, чтобы нагрудник, находясь над поиском Эфода, вплотную прилегал к Эфоду. Пусть Аарон, входя в святилище, носит на груди, на нагруднике, имена сыновей Израиля, как постоянное напоминание о них пред Господом. В нагрудник указаний вложи урим и туммим. Они должны быть на груди Аарона, когда он предстает пред Господом. Пусть Аарон, находясь пред Господом, постоянно носит на груди жребий сынов Израилевых. Садки ризу под Эфод, сплошь из голубой пряжи. В ней должен быть вырез для головы с прочно вытканным краем, как у воинского облачения, чтобы риза не рвалась. По нижнему краю, сделай из голубой, пурпуровой и багряной пряжи, шарики в виде гранатовых плодов, а между ними подвесь золотые колокольчики. Эти золотые колокольчики и гранатовые плоды должны идти, чередуясь вдоль всего нижнего края ризы. Пусть Аарон надевает эту ризу, когда будет совершать свое служение. Звон колокольчиков должен быть слышен, когда Аарон входит в святилище к Господу и когда он выходит оттуда, иначе он умрет. Сделай золотой цветок и вырежи на нем, как на печати, слова «Святыня Господня». Прикрепи к нему голубой шнурок, чтобы привязывать его поверх тюрбана, спереди, на челе у Аарона. Аарон несет ответ за все погрешности в святынях, за все священные приношения сынов Израилевых. И золотой цветок постоянно должен быть у него на челе, чтобы приношения сынов Израилевых были угодны Господу. Садки для Аарона узорчатую рубаху из тонкого льна. Сделай ему тюрбан из тонкого льна и садки разноцветный пояс. Садки сыновьям Аарона рубахи, пояса и головные повязки для величия и красоты. Облачи твоего брата Аарона и его сыновей в эти одежды. Соверши помазание Аарона и его сыновей оливковым маслом. Посвети их в священники и освети их. Они будут моими священниками. Сделай им льняные штаны от пояса до колен, чтобы прикрывали срам. Аарон и его сыновья должны носить их, когда входят в шатер встречи или приближаются к жертвеннику, совершая богослужение в святилище. Иначе они будут повинны и умрут. Это предписание навеки для Аарона и его потомков. Глава 29 Вот что ты должен сделать, чтобы осветить их, чтобы они стали моими священниками. Выбери быка и двух баранов без телесного изъяна. Возьми пресный хлеб, пресные лепешки, смоченные оливковым маслом, пресные коржи, намазанные оливковым маслом. Все это должно быть испечено из лучшей пшеничной муки. И сложи их в одну корзину. Принеси эту корзину, приведи быка и двух баранов. Приведи Аарона с сыновьями ко входу в шатер встречи. Омой их. Облачи Аарона в его одежды. В рубаху, ризу под эфод, эфод и нагрудник. Обвяжи его пояском эфода. Возложи на голову Аарона тюрбан. А к тюрбану прикрепи венец святыни. Соверши помазание. Возьми оливковое масло для помазания и возлей на голову Аарона. Приведи сыновей Аарона и надень на них рубахи. А пояш Аарона и его сыновей поясами и повяжи им головные повязки. Отныне и навеки священническое звание принадлежит Аарону и его сыновьям. Так ты посвятишь их в священники. Приведи быка к шатру встречи и пусть Аарон с сыновьями возложит руки на его голову. Закали быка пред Господом у входа в шатер. А мочи палец в крови быка и помаж ею роги жертвенника. А остаток крови вылей к подножию жертвенника. Потом возьми весь жир с внутренностей быка, отросток печени и обе почки с жиром, и сожги на жертвенники. А мясо и шкуру быка и его нечистоты придай огню вне стана. Это очистительная жертва. Затем возьми одного из баранов и пусть Аарон с сыновьями возложит руки на его голову. Закали барана и окропи жертвенник кровью со всех сторон. Разрежь тушу барана на части, вымой его внутренности и ноги, положи поверх головы и прочих частей и сожги всю тушу на жертвеннике. Это жертва всесожжения для Господа, аромат, приятный для него. Дар Господу. Возьми второго барана и пусть Аарон с сыновьями возложат руки на его голову. Закали барана, кровью барана. Помаша Аарону и его сыновьям мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Акропи жертвенник кровью со всех сторон. Потом возьми кровь с жертвенника и масло для помазания. И акропи ими Аарона и его одежды, а также сыновей Аарона и их одежды. Так ты осветишь Аарона и его одежды, а также сыновей Аарона и их одежды. Возьми жир и курдюк барана. Жир с внутренностей, отросток печени и обе почки с жиром. Поскольку этот баран – посвятительная жертва, то возьми также и его правое бедро. Возьми один хлеб, одну лепешку, смоченную оливковым маслом, и один корж из той корзины с пресным хлебом, что поставлено пред Господом. Дай все это в руки Аарону и его сыновьям, и вознеси пред Господом, как дар. Возьми это у них из рук и сожги на жертвеннике, вместе с жертвой всесожжения. Это аромат, приятный для Господа. Дар Господу. Возьми грудь барана, посвятительной жертвы Аарона, и вознеси ее пред Господом, как дар. Это твоя доля. Грудь барана, что была вознесена пред Господом, и бедро, что было поднесено в дар, те части посвятительной жертвы Аарона и его сыновей, что были вознесены или поднесены в дар, ты должен провозгласить святыней. Это подношение сынов Израилевых. Доля, которая причитается Аарону и его сыновьям, вовеки. И от своих пиршественных жертв сыны Израилевы тоже должны делать подношение Господу. Священные одежды Аарона должны перейти к его потомкам. Они наденут их, когда будет совершаться их помазание и посвящение в священники. Пусть потомок Аарона, когда станет священником после него и будет входить в шатер встречи и служить в святилище, носит эти одежды семь дней подряд. Возьми мясо барана, посвятительной жертвы, и свари на святом месте. Пусть Аарон с сыновьями ест это мясо, а также находящийся в корзине хлеб в шатре встречи, у входа. Они должны сами съесть жертвы, принесенные при их очищении, посвящении в священники и освящении. Посторонний этого есть не может. Это святыня. Если мясо или хлеб посвятительной жертвы останется до утра, сожги все, что осталось. Никто не должен этого есть, ибо это святыня. Сверши над Аароном и его сыновьями все, что я тебе повелел. Семь дней, день за днем, совершай их посвящение в священники. Каждый день закалывай быка, как очистительную жертву, принесенную для искупления. Так ты будешь совершать обряд очищения и искупления жертвенника. Совершай помазание жертвенника, чтобы осветить его. Семь дней, день за днем, совершай очищение жертвенника и освящай его, и жертвенник станет святыней святынь. Все, что коснется его, станет святыней. Вот жертва, которую ты должен регулярно приносить на этом жертвеннике. Два годовалых ягненка в день. Одного приноси в жертву утром, а второго вечером. С первым ягненком приноси в жертву одну десятую эфы пшеничной муки, смочив ее четвертью гина вручную приготовленного оливкового масла, и совершай возлияние, четверть гина вина. Второго ягненка приноси в жертву вечером, с таким же хлебным приношением и таким же возлиянием, как и утром. Это аромат, приятный Господу, дар Господу. Это всесожжение вы должны совершать регулярно из рода в род пред Господом у входа в шатер встречи, где я буду пребывать во время встречи с вами и говорить с тобою. Там я буду пребывать во время встречи с сынами Израилевыми и осветиться то место славой моей. Я освящу шатер встречи и жертвенник, освящу Аарона с сыновьями, чтобы они были моими священниками. Я буду обитать среди сынов Израилевых и буду их Богом. И они будут помнить, что я, Господь, их Бог, который вывел их из Египта, чтобы обитать среди них. Я, Господь, их Бог. Глава 30 Сделай из акации жертвенник для воскурения благовоний. Пусть он будет квадратным, локоть в длину и локоть в ширину. А высота его пусть будет два локтя. Его роги должны составлять с ним единое целое. Покрой чистым золотом его верх, стороны и роги и обведи его золотой каймой. Сделай два золотых кольца и прикрепи их под каймой, по бокам, чтобы вставлять в них шесты для ношения жертвенника. Сделай шесты из акации и покрой их золотом. «Поставь этот жертвенник перед завесой, за которой находится Ковчег Завета, пред навершием, над которым я буду пребывать во время встречи с тобой. Пусть Аарон воскуряет на этом жертвеннике благовоние каждое утро, когда приходит поправлять лампы, и каждый вечер, когда приходит зажечь их. Это воскурение благовоний пред Господом должно совершаться регулярно из рода в род. Не совершайте на этом жертвеннике ни иных воскурений, ни всесожжений, ни хлебного приношения, ни возлияния. Пусть раз в год Аарон совершает над рогами жертвенника искупительный обряд. Раз в год из рода в род надо совершать искупление жертвенника кровью очистительной жертвы, принесенной для его искупления. Это святыня святынь у Господа.